Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы «Бугинформ» в студии Виктория Саченко. Как всегда, в субботу мы напомним о самых главных моментах недели ушедшей, расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных. Сегодня в выпуске. Кудесники со взглядом сокола, мудростью змеи и сердцем льва. Работники здравоохранения отмечают свой профессиональный праздник. Настоящее счастье и земной идеал жизни всякого, кто посвящает себя медицинской науке делать счастливыми своих пациентов. К тысячелетию города Бреста власти готовятся уже сегодня. В областном центре активно ведется строительство первой очереди второго пускового комплекса «Западный обход», призванного разгрузить областной центр транспортных потоков и оптимизировать движение между левым и правым берегами реки Мухолец. Что нам снег, что нам зной, что нам дождик проливной. Торговали и торговать будем. Специалисты санитарно-эпидемиологической службы вышли на тропу войны с нелегальными торговцами изысками с приусадебных участков. Об этих событиях и не только, а прямо сейчас. В воскресенье свой профессиональный праздник отмечают медицинские работники Беларуси. В преддверии даты по всей стране прошли мероприятия, в рамках которых чествовали людей, стоящих на страже здоровья жителей Синеокой. Не остался в стороне и город над Бугом. Лучшие специалисты, настоящие профессионалы своего непростого и ответственного дела были награждены в ходе областного и городского торжеств. В рамках последнего диплома и благодарности получили около сотни медицинских работников. За каждой такой наградой стоят годы самоотверженного труда, бессонных ночей, сопереживания пациентам и стремления сделать то, что порой кажется невозможным. Однако к таким почестям они относятся спокойно. Конечно, благодарят за внимание, но считают, что это не показатель абсолютного успеха, а дополнительный стимул к развитию. Это очень приятно, когда приходит профессиональный праздник, когда коллеги собираются, поздравляют друг друга, когда мы можем сказать друг другу самые теплые слова, пожелать чего-то хорошего, свершений. Поэтому довольно действительно хороший и приятный день, который мы ждем. Именно в этот день ты ощущаешь, насколько ты правильно избрал свой путь, насколько ты верна в то, что ты находишься в этой профессии. Ты еще раз оцениваешь свои возможности, свои достигнутые результаты, строишь какие-то планы на будущее. Поэтому у каждой профессии должен быть профессиональный праздник. В настоящее время в системе здравоохранения города Надбугом и Брестского района трудятся около 7 тысяч человек. Из них более 1 300 – врачи. Большая медицинская армия успешно справляется с решением возложенных на нее задач. К примеру, в прошлом году окончился цикл мероприятий национальной программы «Демографическая безопасность». Результатами можно гордиться. Достигнуто снижение общей смертности, снижение смертности в трудоспособном возрасте, снижение младенческой смертности, увеличилась рождаемость. Это дорогого стоит. Слова признательности и благодарности за труд в ходе торжества звучали не только в адрес присутствовавших в зале работников медицины. С профессиональным праздником представители местных органов власти и руководство медучреждений поздравляли в их лице всех жителей края, трудящихся ради сохранения жизни и здоровья человека. Хотел бы вас поздравить от имени руководства города Бреста с вашим профессиональным праздником, днем медицинского работника. Пожелать всем вам здоровья, потому что от вашего здоровья зависит наше здоровье, всех нас, всех людей. Благополучие, свершение всех ваших желаний, которые вы себе наметили, не только в работе, но и в жизни. К своим коллегам хотел сказать большое спасибо огромное в преддверии Дня медицинских работников, вообще за ту самоотверженную, нелегкую работу, круглосуточную, которую они осуществляют. Хотелось бы пожелать им прежде всем самим здоровья. Когда работаешь в системе, ощущаешь, насколько это важно. Хотелось пожелать здоровья всем родным, близким, нашим пациентам пожелать здоровья. Хотелось бы, чтобы над нами всегда было мирное небо, чтобы у наших коллег было благополучие, чтобы им всегда сопутствовала удача. И вообще я хочу сказать, чтобы у нас всегда, у медицинских работников, были такие неотъемлемые качества, наверное, как человеколюбие, милосердие, самоотверженность и профессионализм. И у нас все получится. Коллектив нашей телекомпании присоединяется к поздравлениям и желает представителям этой благородной и невероятно сложной профессии в первую очередь здоровья, мира в семье и благополучия. Берегите себя, чтобы в случае необходимости вы смогли сберечь и нас. К слову, о самоотверженности и круглосуточном служении делу. Даже свои профессиональные праздники, дни, которые считаются хорошим поводом для отдыха и расслабления, медицинские работники проводят на посту. Зачастую, даже используя важную дату, как еще один способ привлечения внимания к существующим проблемам. Именно в этот период они проводят профилактические мероприятия, основная цель которых – донести до жителей края необходимость внимательного отношения к собственному здоровью. На текущей неделе на базе оздоровительного центра «Солнечный» прошла масштабная акция «Уйти от инфаркта». приняла участие в ней и съемочная группа нашего телеканала. Тему продолжит Анастасия Стропко. Акция «Уйти от инфаркта» была инициирована Брестским областным кардиологическим диспансером и поддержана органами власти и другими медицинскими учреждениями города. В большом перечне запланированных мероприятий – одно из первых конференции. В числе ее тем – современные подходы к сохранению здоровья, основные факторы риска развития инфарктов и инсультов, а также методы реабилитации. Главная цель – привлечение внимания общественности к болезням системы кровообращения. На Брещене создана материально-техническая база, укомплектован штат специалистов и есть хорошие результаты. Однако это еще не предел возможностей. Но сегодня многое зависит от сознательности самих людей. Сегодня мы хотим достучаться, рассказать, что вот те результаты, достигнутые нами, это именно то, что сделали государство, где сделали медики. Сейчас мы можем вместе добиться большего, когда все-таки пациенты осознают, поймут и будут бережно относиться к своему здоровью. И те все наши рекомендации, будь то на базах санаториев, как сегодня мы проводим эту акцию, будь то на базе реабилитационных центров других, воплощать, исполнять все, что рекомендуют врачи. База для проведения мероприятий была выбрана не случайно. Уже не один год центр «Солнечный» в числе прочих борется с последствиями инфарктов, а также проводит их профилактику. Современное оборудование, квалифицированный персонал и комфортные условия проживания позволяют решать самые сложные задачи по восстановлению здоровья. Та база, которая существует в нашем учреждении, она действительно позволяет очень серьезно подойти к реабилитации для этой категории больных, для постинфарктных, для посткардиохирургических, для постинсультных, посттравматических. И буквально в течение месяца нам еще раз дополнительно разработаны эти программы реабилитационного лечения, подчеркиваю, реабилитационного лечения, для того, чтобы они могли себе позволить пройти на базе нашего учреждения и получить тот хороший результат, который, в общем-то, он уже действительно подтвержден и неоднократно доказан. Поэтому в этом направлении мы будем работать. Физические нагрузки – неотъемлемая часть жизни человека, который хочет быть здоров. Так считают специалисты и подкрепляют свои слова делом. В рамках прошедшей акции медицинские работники Брещины прошли в ритме скандинавской ходьбы и проехали на велосипедах не одну сотню метров, чтобы показать на личном примере здоровый образ жизни, сознательный и правильный выбор. И им можно доверять. Итоги работы системы здравоохранения региона за прошедшие несколько лет – главный показатель профессионализма ее сотрудников. На протяжении нескольких лет, а быть точнее последних трех лет, Брестская область по итогам работы за год занимает лидирующие позиции в здравоохранении Республики Беларусь. И в этом году, и в прошлом году Брестская область среди областей заняла первое место по конечным результатам работы. А в первую очередь это состояние здоровья населения, демографические показатели. Человек – то, что он ест, заметил когда-то немецкий философ Людвиг Фейербах. И был, надо полагать, абсолютно прав. А потому неудивительно, что в рамках акции организаторы провели и специальную выставку продуктов здорового питания. Гости мероприятия смогли продегустировать продукцию ведущих предприятий Брещины, чтобы в будущем сделать свой грамотный выбор при составлении меню. Анастасия Стропко, Дмитрий Хрущ, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. В продолжение темы. Накануне Дня медицинского работника в Бресте состоялся конкурс профессионального мастерства врачей станции скорой медицинской помощи. Это мероприятие традиционное, проводится на протяжении нескольких лет. Однако в этом году организаторы решили изменить состав участников и на этот раз проверить знания, умения и навыки неопытных фельдшеров, а молодых специалистов. В ходе конкурса наша съемочная группа выяснила, как участники проходили школу молодого бойца в учреждении здравоохранения и почему это мероприятие стало доброй традицией для коллектива скорой помощи. Подробности в сюжете Виктории Драгобецкой. Они не понаслышке знают, что такое стрессовая ситуация, непредсказуемые пациенты и борьба со смертью. Не раз по первому звонку им в буквальном смысле слова приходилось лететь на помощь к больному или пострадавшему. Это врачи скорой медицинской помощи. Свой высокий уровень профессионализма молодые медики в очередной раз показали на конкурсе, приуроченном ко дню медицинского работника. В этом году в традиционном состязании приняли участие шесть молодых специалистов неотложной службы, в их числе Артур Коляда. Врач впервые принимает участие в конкурсе. Признается, настроение боевое. Отчасти они дают повод развиваться в плане как специалисту, потому что здесь есть не только, так скажем, составляющие как выступления, какие-то сценки. Здесь также есть и конкурсы профессионального мастерства, конкурсы на знание каких-то именно медицинских манипуляций, знание медицинских препаратов, болезней, патологии. Ну и за счет этого нужно быть достаточно высококвалифицированным специалистом, чтобы достойно выступить на этом конкурсе. Будни сотрудника неотложной помощи настолько насыщены, что месяц работы можно смело считать за полгода. За небольшое время практики молодые специалисты успевают повидать многое. Не раз оказаться в сложных обстоятельствах, где на кону человеческая жизнь. И борьба за нее идет не на минуты, а на доли секунд. Поэтому за пару лет знаний и умений в плане медицинской теории и практики молодые работники успевают получить очень много. Однако, кроме демонстрации основных навыков, сотрудники неотложки показывали и свои скрытые таланты. Помимо того, что узнаем человека с профессиональной точки зрения, мы еще и узнаем какие-то таланты скрытые, которые они в обычной жизни не показывают. Например? Например, многие из них настолько талантливы и пишут стихи, и очень хорошо поют. И довольно-таки артистично, чего в обычной жизни, естественно, мы этого не видим. Конкурс этот помогает нашим сотрудникам сплотиться в коллективе, но молодым специалистам адаптироваться. И учитывая, что они уже год проработали, даем им раскрыться. Может, они где-то стеснялись, где-то, может, чего-то не умели, а за год уже чему-то научились благодаря нашим наставникам. И надеемся, что сейчас они смогут раскрыть все свои таланты, все свои умения, которые они приобрели за этот год. Труд работников скорой медицинской помощи вызывает глубокое уважение, потому как их дело требует терпения, самоотверженности и стрессоустойчивости. Поэтому в эту профессию идут только те, кто для себя окончательно решил помогать ближнему и делать все возможное для спасения человеческой жизни. В Бресте возобновили строительство первой очереди второго пускового комплекса «Западный обход», призванного разгрузить областной центр от транспортных потоков и оптимизировать движение между левым и правым берегами реки Муховец. Напомним, два года назад был введен в эксплуатацию мост, соединивший Варшавское шоссе и улицу Зубачева в районе Брестской крепости, а также частично реконструированы близлежащие транспортные развязки. Грандиозную стройку планировали продолжить, однако из-за отсутствия средств реализацию проекта заморозили. Второе дыхание перспективный для города объект получил 23 мая текущего года после подписания президентом Александром Лукашенко указа номер 178, который дал ход строительству и определил изменения в документе о строительстве западного обхода города Бреста. Подробности смотрите в сюжете Виктории Драгобецкой. Уже вторую неделю в Бресте ведутся работы на проспекте Машерова. Начинает перекрестка с улицы Ленина до музея железнодорожной техники. Работники проводят демонтаж старого асфальта, выкорчевывают аллею тополей и, словом, подготавливают участок дороги к глобальным переменам. Объект сложный по прокладке инженерных коммуникаций и потом благоустройство, асфальтобетонное покрытие двухслойное и плиточные пешеходные связи с одной стороны и с другой после прокладки всех инженерных коммуникаций. В ходе ремонта на этой улице под старым асфальтом была найдена старая плитка-трелинка, которая производилась в Бресте в 30-е годы прошлого века. Вскоре ее направят в дорожное предприятие города Бреста, ну а в дальнейшем она станет достойным украшением исторической части Бреста. Основная задача строительства в первой очереди второго пускового комплекса «Западный обход» увеличить пропускную способность центральной автомобильной артерии, которая связывает центр с трассой М1. Сейчас идут подготовительные работы, сразу же после них строители займутся подземными коммуникациями. Будет проложен новый водопровод, канализационные сети, теплотрасса и установлены ливневки. Одним из самых важных преобразований на равнезнодорожное покрытие станет обеспечение города достойным энергоснабжением. Одним из важных направлений помимо транспортного вдоль слева и справа улицы, где сейчас тротуары находились, мы с ТЭЦ выведем кабельные линии для того, чтобы обеспечить центр города напряжением 10 кВт. Потому что сейчас у нас в городе работает на пределе возможностей вся энергоснабжение города, центра именно города. А вот эти две трассы кабельные, они нам позволят значительно улучшить систему энергоснабжения центральной части города. Эти лотки мы доведем как раз до пересечения с улицы Ленина. «Западный обход» – объект для города стратегически важный. С одной стороны, он разгрузит областной центр от транспортных потоков и оптимизирует движение между левым и правым берегами реки Муховец в городской черте. С другой – придаст Бресту более современный вид. А что думают сами брещане по поводу возобновления и строительства западного обхода и о временных неудобствах? В ходе Брецопроса наша съемочная группа выяснила следующее. Новые дороги – это всегда только плюсы, по-моему, для города, для жителей. Если то, что касается каких-то временных неудобств, которые испытывает мы все при проведении ремонтных работ, ну это как ремонт в квартире. Это всегда временное неудобство, это всегда какой-то дискомфорт для того, чтобы потом нам всем стало лучше. Очень многие жители города и гости совершают неспешные пешеходные прогулки именно по этому участку дороги в Брестскую крепость и обратно. Поэтому этот участок должен выглядеть, по моему мнению, обновленным и современным. Нашему городу нужны развязки дорожные, новые дороги, потому что город разрастается в том плане, что машин много появляется, гости к нам приезжают. Конечно, дороги нужны. Но вот то, что вырубили много деревьев, целую аллею вырубили. Вот если, конечно, взамен того, что вырубили, посадят новые деревья, новые, что наш город останется таким же зеленым, какой он был, таким же красивым. Кстати, тополя, пух которых у многих жителей вызывал аллергию, будут заменены новыми деревьями. Что касается цены вопроса западного обхода, то его финансирование в этом и следующих годах будет осуществляться за счет средств кредита Банка развития Беларуси. На эти цели выделяется 255 миллиардов. Из них в нынешнем году будет освоено 85 миллиардов. Часть этих денег пойдет на проектирование второй очереди объекта. Генпроектировщикам это Брестпроект совместно с Брестдорпроектом, институтом нашим Брестским дорожным, Белни градостроительство, Экомост и другими проектировщиками, которые строили наш мост, проектировали, вернее, наш мост в западном обходе через Муховец, ведется выбор наиболее оптимальной трассы прохождения второй очереди, и вот путепровода, то есть он поднимется на Зубачева, пройдет через нефтебазу, через железную дорогу и должен опуститься в створе лейтенанта Рябцева. Мы так предполагаем в районе улицы Аэродромной. Открыть новую дорогу по проспекту Машерова строители планируют в сентябре-октябре этого года, а полностью сдать первую очередь объекта в эксплуатацию к 1 декабря. Однако на этом грандиозная стройка не закончится. По окончанию работ на Машерова строители приступят к подготовке строительства второй очереди западного обхода. Полностью закончить объект планируется к тысячелетию города. Виктория Драгобецкая, Юрий Киндин, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Сейчас о других событиях. Большой комплекс мероприятий провели на этой неделе сотрудники МЧС. Представители службы дня и ночи постарались охватить большую целевую аудиторию. Поэтому в центре внимания как непосредственно спасатели, так и те, кто неравнодушен к этой непростой работе. В эти дни в областном центре определяли лучшую добровольную пожарную дружину из числа представителей ведущих предприятий города. А также выбирали самого опытного водителя служебного пожарного автомобиля. О ярких состязательных страницах недели подробнее в сюжете Анастасии Ноздрин-Плотницкой. Как быстро потушить пожар? Что необходимо делать, если очаг возгорания находится на производстве? И почему при выполнении любого дела так нужен командный дух? Об этом не понаслышке знают участники традиционного соревнования среди добровольных пожарных дружин. Каждая команда серьезно готовилась, проходила учебные тренировки совместно со специалистами МЧС на своих предприятиях. Настало время продемонстрировать все наработанные навыки и умения. Команда состоит из пяти человек. Это уже, в принципе, отобранные люди уже не первый год, которые имеют опыт выступления в данных соревнованиях. Подготовка проводится на этом же стадионе, освобождает нас от работы. И недельку, две, как удается освободить, проводим здесь, тренируемся, готовимся. Существует программа обучения, по которым проводятся занятия с ними, по изучению пожарной техники. На предприятиях существуют и пожарные мотопомпы, и другие средства пожаротушения. Потом, в плане пожарной профилактики, они должны знать основные требования пожарной безопасности, для того, чтобы следить за противопожарным режимом на предприятии. Подобные объединения сегодня активно существуют на предприятиях. Количество представителей дружины варьируется в зависимости от численности работающих. В среднем на 100 человек, занятых на производстве, приходится 10 добровольных спасателей. В этом году 9 команд боролись за звание «самый подготовленный». Вместе с представителями брестских предприятий в соревнованиях приняла участие и дружина из Польши. На предприятиях, которые имеют значимость в экономике, в производстве, в большие предприятия, они создают у себя добровольные пожарные дружины. И ежегодно проводится их подготовка. То есть эта подготовка проводится на базе самого предприятия. Конечно, привлекаются и работники органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям в их подготовке, для того, чтобы в случае необходимости они оказали первую помощь до прибытия подразделения МЧС. Пока добровольные пожарные штурмовали полосу препятствий, на базе автошколы ДСАА проходили соревнования по профессиональному мастерству среди водителей автомобильных транспортных средств областного управления МЧС. Требования к участникам были самые серьезные. Кроме того, что они должны были предварительно пройти отбор в своих районных подразделениях, одним из определяющих критериев стало отсутствие нарушений ПДД за последние пять лет, а также дисциплинарных взысканий. Стоянка, тоннельные ворота, змейка, колея. И это не полный перечень точек маршрута, которые каждый водитель сдавал за ограниченный промежуток времени. Однако для ассов это испытание по силам. Полоса, я считаю, что тут абсолютно несложная. Единственное, что автомобиль как бы другой, не тот, на котором я работаю на работе. Надо каждому автомобилю на навыки, привычках хотя бы пару раз проехаться. Безусловно, водительское мастерство – это важнейшая составляющая успешной ликвидации любой чрезвычайной ситуации. Как вы сами видите, управлять такой большой техникой, такой современной, мощной автоцистерной, очень сложно. Но здесь, сегодня в Бресте, присутствуют лучшие водители, выбранные на основе таких же конкурсов, проведенных на базе районных подразделений. Поэтому и результаты они показывают высокие, хорошие и профессиональные. Конкурс профмастерства за звание лучший водитель состоит из двух этапов – теоретического и практического. И в этом году к испытанию внимание особенное. По итогам республиканского конкурса в 2015-м лучшим водителем страны стал представитель службы дня и ночи Брестской области. Сотрудник малорицкого РОЧС Александр Абрамчук. И в этом году такой почетный статус спасатели нашего региона упускать не хотят. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Дмитрий Хрущ, Юрий Кинзин, Антон Луковкин. Специально для итоговой программы. К другим темам. У них всегда все самое свежее, экологически чистое и со своего огорода. Их излюбленные места возле входов в центральный рынок, вдоль автодорог или около крупных магазинов. Они бойко, споло, торгуют продуктами питания, начиная картофелем, заканчивая экзотическими бананами. Торгуют ежедневно, как правило, без санитарных книжек и налогов. Речь идет о представителях несанкционированной торговли. Как в Бресте обстоит ситуация со стихийными рынками и чем шревата покупка с земли? Ответы на эти вопросы наша съемочная группа совместно с представителями областной санитарной службы выяснила в ходе очередного рейда по местам несанкционированной торговли. Подробности в сюжете Виктории Драгобецкой. Кабачки, луги, картофель, помидоры, огурцы, клубника и черника. Ассортимент на стихийном рынке около входа в юбилейный словно рок изобилия, поражает своим разнообразием. Продавцы открыты и доброжелательны. До тех пор, пока представитель санитарной службы не начинает задавать неудобные вопросы о качестве продукции, подтверждающих документах и о том, почему садоводы-любители не расположили свой товар на прилавке соседнего официально разрешенного рынка. «Были, мы только выгрузились. Сейчас пойду найду место и буду следовать. Меня муж выгрузил, пойдет с инструктором. Вы не успели, да? Торговать землей нельзя. Ай, понятно. А лод не растет на земле. Все, уходим. Все это так называемые отмазки. Пройдя по юбилейному, понимаешь, мест на рынке хватает. Торгуй, не хочу. И торгуют. К примеру, Галина Якубовская, выращивая на своем огороде овощи и фрукты, давно для себя решила, что будет заниматься только санкционированной торговлей. Каждый год справку, вот то, что выросло, то дают нам справочку. Чего нет, потом второй раз, третий раз идем и дают справку. Два и так, что приезжают на участок, посмотреть, что выросло. Но арендная пода нормальная здесь, а между что? Да. Сколько она расставляет? Маленькая по сравнению с арендами. Нормальная. Хорошо. После разговора с Галиной возникает вполне логичный вопрос. В чем причина такой бойкой стихийной торговли около юбилейного? И почему торгующие с земли не спешат перейти на официальный прилавок? В администрации юбилейного рынка, которая, кстати, должна принимать меры для устранения этих самых асфальтных корабейников, комментарий по этому поводу дать отказалась. Не захотели ввести разговор про нелеганщиков и на Брестском центральном рынке, хотя их пример вполне можно назвать положительным. После установки павильонов на улице Карбышева продавцы широкого профиля ассортимента на этом участке встречаются очень редко. Срабатывает и постоянный контроль. Так что отказ от интервью – это, будем считать, излишняя скромность. А вот пакет документов, необходимых для официальной торговли, которые требуются, – дело нужное, и собрать их очень просто. Физические лица, которые торгуют, должны иметь справки, то, что у них имеется личное подсобное хозяйство, которое выдаются сели с полкомами, и что данная продукция прошла лабораторные исследования. Кроме того, если торгуют на рынках, еще должны проходить и флюорографическое обследование. Несмотря на то, что Брестский центральный рынок, как и официальное торговое место около магазина «Санта» на улице Машенского, примеры положительные, без продавцов торгующих земли, проблема стихийных рынков остается актуальной. Именно поэтому руководство Брестской области и города ставит перед ответственными службами задачу – делать все необходимое для устранения стихийных рынков и легализации торговли. Особенно это актуально в жаркие дни, когда рейды специалистов – это не только борьба за чистоту городских улиц, но и прежде всего забота о здоровье горожан. Те же овощи, которые и фрукты реализуются, они не исследованы ни на нитраты, ни на пестициды, ни на другие химические вещества. Также скоро сезон ягод и грибов, тоже неизвестно, где грибы, эти ягоды собирались, в какой зоне, какой там радиационный фон. Они не исследованы на показатели радионуклидов. Поэтому это небезопасно для здоровья, как в плане радиации, так и в плане, скажем, острых кишечных инфекций. Только за прошлый год специалистами Брестского зонального центра гигиены и эпидемиологии был проведен 171 рейд по объектам несанкционированной торговли. Направлено 19 писем руководства Супер, Гипер и не очень больших маркетов, возле которых были зафиксированы нелегальщики и сделано 842 устных замечания. Борьба со стихийной торговлей ведется, но результаты, чаще всего, можно также назвать стихийными. По мнению специалистов, проблема исчезнет только тогда, когда люди перестанут покупать сомнительную продукцию с земли. Вы смотрели итоговую программу Буг Информы. Это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале Буг ТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67, делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу Буг Информ в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотры заинтересовавших вас сюжетов – все это вы найдете на сайте нашей телекомпании booktv.by, а также на нашем канале в YouTube. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. Я, Виктория Сащенко, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней с добрыми новостями и до встречи в эфире. 19 июня Беларусь будет оставаться в поле повышенного атмосферного давления. Воскресный день будет благоприятен по своим погодным условиям для выезда на природу. Без осадков, с переменной облачностью и умеренным восточным ветром. Температура воздуха ночью составит 12-14 градусов, днем – 25 со знаком «плюс». Начало новой рабочей недели. Понедельник, 20 июня, будет дождливым и грозовым. Это обусловлено перемещением на территорию Беларуси с юго-запада Европы системы фронтов, несущих очень теплый средиземноморский воздух. Температурный фон дня будет колебаться в пределах 16-20 градусов выше нуля.